Мы с Олегом Тольчим обсуждали какую тему по оружию взять, по кабудо. Выбор большой, потому что по нашей школе мы изучаем 15 видов оружия. Мы решили взять дзё, поскольку есть представители гайкидо и раз, больше объединяющая тема, это дзё. Дзё – это небольшая палка, стандарт, например, до солнечного сплетения. В отличие от бо, которое должно быть либо 180 сантиметров, либо по росту человека на кулак выше. Окинавский стандарт длинного шеста, кулак ставят и такая длина. Дзё – это, на мой взгляд, очень интересный вид оружия. В связи с чем? В связи с тем, что он имеет как раз средний размер. Либо это трость, с которой человек может просто идёт куда-то по дороге. Либо это может быть облом от копья. Как Сансэ объяснял, что если ты в бою, как произошла ситуация, что у тебя отломилось копьё, с которым ты работаешь, остается палка. Ну ты этой палкой начинаешь работать. Вот. Почему? Мне оно кажется вот прям не то, что интересно, но даже уникально. Потому что оно сочетает в себе и работу как длинного оружия, так и короткого. То есть, вот этот средний размер, он позволяет действовать и на короткой дистанции, и на длинной дистанции. Вот. Не знаю, как мы сейчас будем, честно говоря, работать, потому что я принёс там пачку дзё, которая у меня в дозе есть, но, как бы это, наверное, место на месте. Чужое, да, поэтому без разрешения не хочу. Вот там в основном бакены. Вот. Значит, поэтому сейчас мы… Да, половина вооружимся, половина подождёт. То есть, там пару минут поработаем, потом поменяемся. Значит, давайте сделаем вот такие техники, поскольку народу много, чтобы они были безопасны. Мы не будем делать там боковые какие-то движения, да, а сделаем… Первое – это сделаем цки. Значит, смотрите, есть два варианта работы с дзё. То есть, удержание как бакен и удержание как копьё. Вот. То есть, вот два варианта. Опять же, да, то есть, тем, что… Ну, это такая самурайская, самурайская тема, да, что человек вот учится с мячом, чтобы не было расхождения между тем, что он делает с мячом и, допустим, спалка с дзёртой, да. Такая, как сказать, универсальность, да, подготовки, как в армии. Если ты ножом так делаешь, то ты и лопаткой так, и штыковым, то есть, одинаково, да, чтобы вот бойца не учить по-разному на разные виды оружия, да. Поэтому вот первое, что мы сейчас сделаем, удержание сделаем так, копьё, то есть, вот здесь вот от бедра. И нукицки, нуки, то есть, тычок копьём, нукицки. Значит, что мы делаем? Вот эта рука у нас, которая впереди стоит, она даёт направление. Направление даёт вот в эту точку противника. То есть, вот в старых школах кабудо, сейчас мы привыкли, что в карате особенно дзюдан – это голова, дзюдан, а дзюдан – это корпус обычно, да. Но в старые времена, когда самурай носил доспехи, у него был шлем, который его достаточно хорошо защищал, и был нагрудник. Поэтому в старых школах дзюдан – это шея, горло, а дзюдан – это чуть ниже пояса, вот эта вся часть. Значит, там, где нагрудник заканчивается, и начинаются вот эти пластинки, которые защищают, да. Между ними есть пространство. И вот это пространство, оно считалось уязвимым. То есть, когда технику кабья использовали, тычковые удары старались атаковать именно сюда, чтобы повредить бедренную артерию, которая проходит здесь внутри, да. То есть, пах, сустав и так далее. В нагрудник обычно не били. Поэтому, если мы будем потом работать в парах, по каким-то, ну, какие-то техники будем делать, то дзюдан – мы всегда целимся вот сюда, вот, ну, в шею противника, да. То же самое, если мы в храмае стоим, как с мячом, то же самое. Мы контролируем вот эту точку противника. То есть, это у нас будет дзюдан. А дзюдан будет в районе пояса. Пояс и вот этот сустав, примерно. Вот. Значит, как сейчас работаем? Можно, можно делать просто вот отсюда, из этой позиции, да. Значит, обязательно включаем работу корпуса. Не может быть удар вот такого. Вот мы сейчас будем делать скинь. 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 Вот это то, что я сейчас делаю, это плохо. Это плохо. Вот. Сейчас сделаю лучше, да. Как будет лучше. Берем и, как ноги, я вот скинь. Вот это движение, да. То же самое. Раз. Подключили корпус. И постарались привязать обязательно, да. То есть, распространенная фраза – оружие является продолжением тела. Что это значит? Это значит, мы должны обеспечить связь между нашим инструментом и нашим туловищем, да. И, соответственно, опорой, землей, да. Если, вот, просто можно подняться. То есть, в тот момент, когда у меня палочки, я вот возьму, просто мне она чуть-чуть коротковата. У меня есть еще немножко более длинный вариант, да, под свой рост, скажем так, да. То есть, если просто я убираюсь, просто ладошками углядись. И у меня рука никак не привязана к нему туловищу, да. То, вот это движение, да, видите, оно не имеет жесткости, оно не имеет связи. Как только я прижал сюда, не проблема, да, потому что все противодействие со стороны кишени, оно уходит в точку опоры, да. То же самое, как и в каратере. Вот. Все. И поэтому сейчас, смотрите, делаем шаг вперед. Будем два шага вперед, два шага назад. Места не очень много. Делаем скользящее вот это движение, нукицки, да, с корпусом. Раз. Обратите внимание, мизинчик убирается обязательно в край, чтобы создать опору. Не то чтобы это обязательно, но это дополнительный такой плюс. Хоп. После этого мы делаем проход вперед. И как бы корпус немножко убираем, оружие выводим в исходное положение. У нас меняется камая, да. Левая сторона, правая сторона. То же самое. И че. Дни. Ну, такое движение. Сейчас я попрошу разобрать все, какие они есть. Аккуратненько. И че. Меняйте. Так, вы зашли. И потом, раз, перехватывай. Оп, оп. Дни. Сам. Че. Назад, когда идем, чуть-чуть по-другому, да. То есть, если мы начнем отходить назад, то у нас что получится? Мы двигаем палку вперед, а сами двигаемся назад. Тем самым мы ослабляем как бы силу удара, да. Поэтому делаем сначала удар на месте, а потом уходим назад, да. Движение назад. Значит, по-японски это называется ниги. Когда вот мы, допустим, удар делаем, а сами отходим. У нас получается, можно его у вас убросить просто. Вот. То есть, когда мы идем вперед, у нас с туловищем с ударом идет. А когда мы отходим назад, то получается, чик, и мы ослабили. Да, Сев? Чтоб такого не было. Сейчас сначала мы на месте как бы делаем удар. Противник двигается на нас, мы его встречаем и потом отходим. Даем ему возможность упасть в безопасное место от нас. И. Ни. Сам. Че. Го. Руку. Сидичь. Пальчик. Ай, ай, ай. Погиняйтесь, пожалуйста. У кого свое взял, можете продолжать. Погиняйтесь. Почти всем хватает, да, в принципе. Вперед. И. Санкли. Че. Го. Эй. Назад уходим. Эй. 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 Санкли. Эй. Ше. Го. Эй. 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 Сейчас мы берем захват. Вот мы делали из захвата как с копьем, да, техника копья. И, соответственно, удар как копьем. А сейчас у нас техника из арсенала Кен Дзюцу, поэтому мы держим инструмент примерно так же, как держим Бакен или там Катану, да. Но, единственное, у нас не такой узкий захват, как с мячом будет, а немножко шире, да, немножко шире. Все принципы точно такие же, как и в Кен Дзюцу, работа туловища, рук и так далее. Значит, кончик оставляем на месте, поднимаем руки. И у нас, получается, Сэн Сэй называет эту технику, ну, движение называется Кири Гаэши, то есть рез с поворотом, да, с разворотом оружия Кири Гаэши. Оп. Вот у нас кончик остается в ту же самую сторону, смотри. Следующее движение. Задняя рука у нас съезжает к передней. Мы меняем ноги, разворачиваем свое оружие. У нас меняется захват. И здесь в зависимости от того, хотим мы сделать Котэ, о кисти, да, о да, или хотим сделать, ну, так сказать, по корпусу или голове противника. Соответственно, ну, сейчас мы делаем назад, у нас происходит Котэ. Если бы мы хотели атаковать, мы бы шагнули, наверное, вперед, да? Вот. Места мало, поэтому сейчас вперед шагать не будем. Вот у нас получается. И-и-и-и-и. Оп. Ни-и-и-и-и. Кончик стоит на месте. Кончик стоит на месте. Кончик стоит на месте. Здесь мы все время контролируем противника. Почему? Раз. Кончик остается на месте. Теперь задняя рука переезжает. Здесь мы разворачиваем оружие над головой. Вот в этой точке меняем руки. Отходим назад. У нас меняется нога и меняется рука. Вот здесь удержание не совсем правильное. Если пальцы вот так стоят, то во время удара у вас просто рука выскочит, и вы потеряете контроль над оружием. То есть большой палец обязательно закрыт. Здесь колечко держим, да? Мизинчики работают. Все. И когда вы делаете удар сейчас сверху, обязательно, как японцы говорят, выжимайте чайную салфеточку, да? То есть вот это движение, которое в технике мяча тоже присутствует, когда вы садите свой вес, как птичка садится на веточку, да? То есть сверху. Потому что у нас сейчас сверху идет удар, поэтому мы должны сесть. Если у нас будет вот такое положение, палец будет так чай, или рука вот так будет держаться, да? То есть в этой ситуации, нет, держите, держите, держите. В этой ситуации во время сильного удара, просто потеряете контроль над своим же оружием, да? Поэтому, хоп, и здесь, раз, и в конце проверьте вот эту посадочку на ветку. Поджимай. Пич, хоп, ни, хоп, са, хоп, си, хоп. Быстро не надо. Ку, ру, си, хо, фю, фю. Получается. Хорошо. Хорошо. Сейчас сразу, пацаны, и проверьте. Парвара, да. Выжимание чайной салфетки. Японцы же любят поэтические названия такие, да? Вот. Поменяйтесь, пожалуйста, сейчас. Правая ножка впереди. Узел пояса и торец совмещаем и держим в противнике эту точку, да, в противнике. И у нас пошли кончик на месте. Раз, два, три, ни. Раз, два, три, сан. Раз, два, три, сан. И, хо. Роу. Меняется ручка вот таким движением, да, с проскальзыванием. Оп, проскальзыванием. Оп, проскальзыванием. Хачики. Кю. Давай, контроль, 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 что-то сверху, да? Потому что если вы сейчас делаете по мне удар, давайте, для нее. Я могу, присядьте, пожалуйста. Такой маленький нюанс, да? Включить в инструмент, да, свой вес, силу своего тела. Вот. И, ну вот, если мы колбасу режем, да, дома, она твердая, не режется. Ну, обычно там человек старается по это самое. Но мы не совсем правильно это делаем, так сказать, в быдовом хозяйстве, да, потому что поднимаем плечо. А, по идее, если мы вложим вес, да, это будет более ощутимое давление, да? И вот сейчас, да, сейчас сделаем. Вот сейчас вот сюда положил, да, и вот я держу. Здесь вы должны почувствовать что-то. Вот здесь, вот, пошивочек. Да, 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 да. То есть, старайтесь передать давление, да, 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 вот. Вот таким образом, да? Вот, 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 вот. А, если вы, у вас кисть будет вот так, вы давление, видите, ничего не получает. Так, потому что рука не держит. Как птичка сидит на веточке сверху. Вот, все. Птичка вот так не сидит, да, так сидит. Потому что так более экономично. А так бицепс пришлось бы, да, так, сейчас. И все такое. То есть, вот, это маленький нюанс. Кири Гаэши, да, Кири Гаэши. Это то, что, то же самое, что человек с мячом делает, да? С мячом. Вот. Может быть, два варианта. Вот, если, 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 ну, давайте с вами же, да? Вот мы там два самурая. Вот мы держим друг друга на прицеле. И, конечно, нам обоим может выйти. Мы чувствуем опасность, да? Чувствуем опасность. И поэтому в кабудо в основном все техники делаются с приглашением к атаке. По-японски называется сосой вадза. То есть сосой это приглашать, приглашение. То есть, я начинаю какое-то движение, противник ощущает, что это слабость, да? И у него есть возможность атаковать, и он начинает атаковать. Вот. Потому что если просто здесь он начнет атаковать, сразу, то, ну, здесь, конечно, он сразу погиб, да? То есть, это самоубийство. И поэтому я перехожу в Гидан Камая. Начинается вот здесь удар. Да-да-да-да-да. Шумаем? Ага. Все, хорошо. Ну, предположим, что он с мечом. Еще разок. Ай. И оп. Вот как раз это киригаич, который мы сейчас делали, да? То есть, вот этот первый подъем. Это, как бы, мы встречаем противника на опережение. Сен, но сен. Называем, да, тактика. Йо-хай. Вот. И теперь, если у него меч, мы предположим, что мы пробили шею. Вот. Но под собственным весом, да, под весом оружия, все равно падая, он может нас поранить, да? Поэтому следующее движение, которое мы делаем, мы здесь сделали. И теперь он начинает падать. В принципе, мое оружие, оно поддерживает немножко его руки. Если у него меч, да, то это, соответственно. И теперь я ухожу вот сюда. И у меня идет переход уже на следующий удар. Второе движение, да? Поэтому это вот то, что мы сейчас делаем. Джик. Поэтому у нас кончик остается впереди. Почему? Потому что это опережающая техника. Оп. Все. И потом в следующий мы проходим. Вот сюда. Вот. Если мы по каким-то причинам проспали, у нас включается тактика гонусы. То есть тогда мы начинаем защищаться. Вот. Ушли с линии атаки. Не делаем вот такого жесткого блока. Что-то вот. Ха! Да? Зачем? Да? Вдруг наше оружие менее, менее прочное, чем у противника, да? Мы получим тогда по башке. А нам нужно сделать таким образом, чтобы это было вот достаточно мягко. То есть в принципе похожая техника есть. Сейчас первый вариант, когда у нас... Двумя руками. Как с мячом. Да? Еще раз. Аккуратненько. Вот мы открылись. Оп. Первое движение. И потом ручки меняются. И мы перешли вот сюда. Если это с мячом, это будет либо там Йокомен, либо Кеса Гири, да? Открылись обязательно. Оп. Оп. Вот у нас такой вариант. Второй вариант это, когда противник уже нападает. И вот здесь тоже мы ушли. Может быть, Котэ. 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 Вот сейчас один... То есть вот мы стоим. Идет. Ну, может быть, там есть как бы стандартные комбинации, когда вы не просто нападаете. Как бы здесь, замахиваясь и двигаясь вперед, я сразу попадаю в опасное положение, да? То есть в стандартной комбинации это делается следующим образом. Вот если у меня мяч. Во-первых, значит, мы не пересекаемся. Потому что здесь уже кто-то погиб обычно. Ну, то есть дистанцию мы слишком короткую, да? Пусть спустили противника на это расстояние, то есть это нехорошо. Оставляем дистанцию такую. И, допустим, первое, вот как мне перейти в Джодан Камая, чтобы не лететь на амбразуру пулемета, да? Да-да, это вот так. Хоп. Вот видите, то есть я разрываю дистанцию. Если он в это время начинает меня это, не может достать, он просто идет с уходом с линии атаки, как он в контратак. Хоп. И вот. То есть я перехожу. Вообще делается так. Я перехожу в Джодан Камая. Нет, стоять. Рано. Рано. Вот. Теперь противник меня приглашает, он опускает кончик и открывает, да? Зон вот так. И вот здесь я думаю, что у меня есть возможность, я начинаю атаковать. То есть вот эта условность вначале, она может быть немножко как бы занудная такая, да? Хочется, а, сразу там палками помахать. Вот, но на самом деле, то есть важно же, еще и вот этот Будда аспект. То есть мы не можем лететь сразу. Вот я раз, ушел. Теперь подбираю дистанцию, противник открывается. И вот тогда идет атака. Вот сейчас поработайте один без оружия. У нас есть еще пять минут. Камай, 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 камай. Вот я с мячом, я Джодан Камая. Теперь открывайте, опускайте кончик вниз. Пошла атака? Нет. Первое это опережение, помните? Так, тыньч. Вот, раз. Да, вот здесь. И вот здесь я начинаю падать. Да, и вот тут надо уйти и перехватиться, и сделать. Да. Пусть первый вариант, еще раз. Второй вариант. О, нет, нет, нет. Я отхожу из статьи, просто как бы это, держим нервы. Теперь открываетесь. Да, закрыться надо. Как бы, да, чуть-чуть трудно, может быть, с первого раза, да? Еще раз. Хоп. Открылись. Теперь идет атака. Вход. Вход с подъемом, чтобы прикрыть, да, прикрыть. Вдруг здесь упадет оружие сверху. Много условностей, да, таких нюансов. Раз, хорошо. Хорошо, хорошо. А теперь почти то же самое. Держите оружие. Только вы делаете вверх подъем, подъем вверх. Не в эту точку, да? А вы как бы защищаетесь. Вот у вас идет удар, вы от него защитились. Угол наклона позволяет съехать вниз. Да, 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 да. И у вас сразу идет, сразу идет продолжение. Еще разок. Ага, открылись. Пошел удар. Защита, защита. Защита. Пальцы не подставляем. Да, 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 да. Здесь есть много нюансов. Вот. И теперь переход в контратаку. Руки меняются. Ну, как бы так. Много, много разных моментов. Вот. Вот сейчас попробуйте по парам. Один с палочкой, а второй вот просто как я сейчас нападал. То есть, когда мы занимаемся с бакеном, мы не меняем руку. Не меняем руку. Когда мы взяли дзё, у нас получается, что наш арсенал увеличивается сразу в два раза. Как бы, да? Потому что мы можем менять руку, а можем не менять. А можем поменять. Все же зависит от ситуации, да? Ну, если мы, там, ну, можно же сказать так. Вот мы привыкли, там, всегда уходить, дай, собаки, там, в левую сторону, например. Сказал, зачем нам в правую, мы в левую? Вот. А если будет ситуация, что вот нельзя уйти туда, можно сюда, да? То есть, просто это увеличение арсенала. И вот чем мне нравится дзё, тем, что у неё, на самом деле, вот очень богатые, этот самый, богатые возможности. Потому что, когда мы работаем с бо, с бо, мы не можем сделать того, что мы делаем с бакеном. Например, с мячом, да? Или, когда мы работаем с бакеном, мы не можем сделать того, что мы делаем с бо. А вот с дзё мы можем делать и то, что мы делаем с бакеном, и то, что мы делаем с бо. То есть, бо у нас это просто увеличение длины, да? И, соответственно, когда мы держимся, у нас есть еще один какой-то хвост. Еще один сегмент, который нам, допустим, не даст сделать вот так или не даст сделать вот так. То есть он нам просто помешает. То же самое с мячом. С мячом мы не можем взяться за лезвие и ударить второй стороной. А здесь мы имеем такую возможность. Я вам просто покажу одну минутку. Делать не будем. Вот у вас можно, да? У вас, конечно, хорошая палочка. Крепкая палочка. Вот, смотрите, допустим, отработка удара. Держите сейчас вот так, двумя руками. Вот во время отработки. Ну, то есть, допустим, если у меня бакет, то я могу делать вот так. И могу делать вот так. Ну, например, да, этот боковой удар, который до называть. Вот. А сейчас у меня получается, я могу делать с переходом. Могу делать с переходом. У меня уже увеличился арсенал. Ситуация может быть такая, что мне это выгодно будет поменять позицию. Потому что, ну, например, вот здесь я сделал вот так. Здесь сделал вот так. А так у меня получится в эту сторону. Если не мне пояснилось, у меня руки как бы в таком положении. Может быть, это невыгодно. Вот. И тут же я могу включить там какой-то другой удар. Сколько это... То есть, перейти как бы с техники меча на уже какую-то другую технику, которая с копьем применяется. То же самое у меня, допустим, работает другая сторона. Вот. Раз. Раз. Ну, это вот тоже сродни со соевой базой, да? То есть, мы стоим, 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 стоим. Я раз, что-то начал менять. Противник начинает атаковать. Уход с ленина. Колено, ребро, голова. Да? То есть, вот. Здесь важно не то, что вы сильно стукнули, а то, что вы включили корпус. Вот. То есть, тогда у вас не просто палку идти. Вот это я прав палку бросил, вот это на пяти, да? Это одна часть удара. Вторая часть удара, когда вы корпус включили. То есть, совсем другая тема. Вы работаете с заборой, и ваш корпус работает. Но, конечно, нужно присоединить обязательно оружие и свое тело. Нужно присоединить, да? Вот сейчас Тори, ну-ка, моя. Ворота. Да. Вот сверх удар. То, про что мы говорили. То же отработка, допустим, сверх удара. Если у меня... Оп. Здесь, соответственно. Тут же я могу включить корпус. Чувствоваться. Вот. Ну, то есть, вот такие техники. Конечно, сейчас нельзя объять необъятное, да? Что там? Постичь непостижимое и впихнуть, так сказать. Не впихуемое. Поэтому, к сожалению, время наше закончилось. Вот. Большое спасибо. Надеюсь, вам. Ваших занятий. Давайте это, ну, построим, закончим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.